Добро пожаловать на лекцию в которой мы получим хэши пользователя и он даже не будет знать что изнутри организации кто-то его взломал ему в принципе ничего опасного не надо делать он всего лишь зайдет в браузер а мы без прокси то есть мы не будем использовать то что мы делали на предыдущей лекции притворяться в прокси сервер предположим у него прокси настроен в ручном режиме и либо браузер не запрашивают прокси сервер или за там через групповые политики прописали прокси мы все равно получим его хэш даже если мы не будем прокси сервером то есть я вам покажу другой способ взломать систему изнутри и получить хэш пользователя я возвращаюсь обратно в чистое состояние снэпшот до того как мы поймали хэш пользователя чтобы вы увидели как это делается в том случае если у меня нет возможности стать прокси потому что прокси уже настроен или браузер не запрашивает прокси сервер что я буду делать я буду ждать чтобы пользователь всего лишь в юареле написал какое-то слово и вас это удивит что юарель в браузере ищет компьютеры внутри локальной сети еще раз юарель в браузере не только ищет в гугле что-то или в яндексе он еще ищет в локальной сети компьютер с этим именем потому что он думает что может быть человек ищет компьютер и ему надо показать обычный шер когда ком когда человек напишет что-то в юареле наверху его браузер пойдет кроме гугла и яндекса еще искать в локальной сети это имя и тогда его windows начнет искать имя того компьютера который попросил браузер то есть браузер после то windows найти ему имя такое то такое то может быть человек хочет к папкам общего доступа достучаться через браузер или он ищет это имя чтобы там через ftp достучаться до папок ftp на этом компьютере то есть он наверху написал имя компьютера и поэтому браузер пытается резолвить то есть перевести имя в ip адрес и он для этого просит у операционки это сделать и операционная система windows сначала идет файл хостов проверяет может быть там системный администратор в ручном режиме прописал имя и к нему какой-то ip адрес если системный администратор ничего не прописал файли хостов конкретного компьютера то тогда мы уже ищем в dns и но не в самом сервере dns а мы начинаем в локальном кэши dns искать то есть может быть до того как мы попросили сейчас до этого там пять минут назад мы просили то же самое имя мы второй раз идем на тот же самый сервер ищем то же самое имя и может быть у нас закешировано закеширован ответ ipconfig flash dns очищает это если у нас нету кеширования мы первый раз просим то мы идем на настоящий dns сервера и ищем это имя и ищем это имя в системе dns внутри организации потом там мировой на мировых серверах если нету этого имени в dns и потому что этого имени не существует потому что в юар или ты написал имя которого нет то включается самый интересный механизм через который мы все взломаем если нет имени то включается механизм llmnr что это такое lmnr это link local то есть локальная multicast name resolution то есть поиск имен в локальной сети и это все началось уже с windows vista то есть vista 7 8 10 11 они все поддерживают llmnr в чем фишка этого lmnr он предназначен чтобы два компьютера в одной локальной сети например дома могли друг другу обращаться по имени не обращаясь к dns потому что у меня дома нет dns сервера я дома не хочу содержать dns сервер и поддерживать dns сервер у меня дома нет сис админа у меня всего лишь дома там два-три компьютера я хочу обращаться компьютером не по ip адресам а по именам и чтобы name resolving работал чтобы имя можно было превратить в ip адрес потому что вся связи же по ip адресам чтобы имя можно было превратить в ip адрес они могут мультикастить что такое мультикастить посылать запросы на стандартный ip адрес и все кто прослушивают этот ip адрес ответят да это я то есть цель резолвить превращать имя компьютера в ip адрес внутри локальной сети не имея центрального dns сервера это предназначено для маленьких сетей для домашних сетей и мультикаст это ip адрес и все кто его слушают отвечают на эти запросы до того как был lmnr был net bios net bios делал то же самое то же самое превращал имена в ip адреса в локальной сети без центрального сервера но нет bios работал с помощью бродкастов то есть он посылал запросы и все должны были слушать потому что бродкаст по стандарту все должны слушать все должны отвечать и это очень сильно нагружала сеть эти бродкасты считаются очень неудачной идеей и поэтому начиная с висты перешли на net bios но эти lmnr начиная с висты но этот net bios еще остался потому что есть старые приложения старые программы которые не обновлены и требуют net bios короче net bios до сих пор существует и он до сих пор включен по умолчанию я вам потом покажу где его отключать внутри сетевого адаптера ncpa cpl внутри адаптера там в properties tcp ip там есть возможность отключить его но это не на этой лекции